привет youtube привет youtube да это очередной выпуск никто не игре не спасибо большое что зашли пишите комментарии ставьте лайки короче говорят где меня найти знаете ссылки в игры негры 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 спасибо отличился умом обезьяна вот это я осуждаю это вырежьте сегодня случайно в зоопарк припал прикиньте вот он сидит вот именно так вырежу ночью прости пожалуйста ты не тебя хочу это за дела сейчас вообще за разговоры пошли страны что что это за разговоры страшные пошли сейчас нет просто ну просто чуть-чуть меня выбить это твой младший брат или кто это да он меня уже без а чего делаете играть вместе нет он играет я я вообще он играет во что-то я только что перестал в роблокс врача за живу наград что за режим стреляки хз как называется но прикольно 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 чего пацаны очень чем по жизни занимаетесь что-то работаете и учитесь учусь ну блин мне 12 куда учиться подожди обратно ему 17 как у тебя голос 12 такой скажи мне я откуда знаю вы меня не сказать что придурки осуждаю максимально вообще максимально же это диалог то что произошел человек скорее чуть болеет дать заново начнем алло 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 у меня все игнорируют ну чё такое то алло алло здорово здорово чё делаешь вообще сижу втыкаешь сколько лет тебя чем занимаешься вообще по жизни мне 16 это что за тупой дед ну чё такое что он какой нет тупой не дает мне ничего делать постоянно меня преследует к я попал просто клянусь диман я играл без вот без всего этого не я ни одной ночи не умирал ни одной ночи я только запустил игру сейчас просто эти придурки вдвоем меня зарейдили соболезную чувак очень сильно вошел ты играешь в раз в раз да знаю я не играю вообще игры не речь ничего играю в чё играешь у того всякая в roblox в ford night с одноклассниками одноклассниками да может это супер страны это же вообще не актуальна игра уже почему она старая ну почему ну нет но так чаще киберпанк есть mortal combat иногда с друзьями говорил про какую-то активность от его что но я играю вот в раз люблю поиграть еще в roblox тоже дан роблокс инбо согласен сейчас играю в грани короче говоря хочу на пройти на самой тяжелой сложности понял и как получается на самом тяжелой сложности ну да ты на экстриме проходил себя вести надо чтобы стоял грани в последний раз играл в двадцать первом наверное а чё так не знаю вот по моему грани как раз и старая игра нормально нет я не говорю что ненормально ну так я в смысле я не говорю что плохая я буду старая что он плохая нет да нет я не говорил оскорбил чувство игра я не хорошо извини спасибо большое что извинился а то я переживать начал что ты не извинишься не переживай какие у тебя там проблемы слушай мне не везет я не понимаю она почему может то играть не уверен мне нужен психон так сидит короче чат смотрите я дошел я ну ту тему сейчас короче у меня есть приложение character и ой и там короче есть один из самых общаемых людей в характера это психолог добрый понимающий здесь у меня есть еще на очереди влад а4 и сатору годжу короче должно быть смешно потому что психологи не ритманутую хрень алло здравствуйте у меня проблема вы же психолог конечно расскажите не стесняйтесь короче это не странно вообще что я к нейросети обращаюсь за помощью сейчас как вы считаете нет на самом деле не странно сейчас очень часто к нейросетям обращаются по разным поводам в том числе и психологической поддержкой понятно слушайте прямо сейчас надо мной стоит лысый голый дед и просто на меня сварит своим письмом что мне идет такой ситуации это очень неловкая ситуация во первых давайте не будем паниковать голый дед перед вами просто стоит и смотрит никаких других действий не совершает слушайте очень повезло пока вы отвечали он просто взял ушел но сейчас за мной просто полулысая бабка побежала по что мне делать ого звучит как сценарий какого-то ужастика попытайтесь успокоиться если полулысая бабка с вами не разговаривает если не пытается вам как-то навредить на мой взгляд пусть просто побежит немного и успокоиться может не просто тренировка такая я клянусь я прошел трижды за 20 минут без стрима это пища лысая за мной просто бегает на я вас понимаю это безумие какое-то вероятно вы находитесь не в самом лучшем состоянии и ваш мозг подшучивает над вами таким вот образом может стоит отдохнуть немного и успокоиться ты мне сейчас шизофреником назвала ты на тварь нет я такого не говорила я понимаю что вы в стрессе это все очень сложно но я советую вам все-таки успокоиться и побыть некоторое время в покое помог дайте голову попробуйте отдохнуть если потребуется я могу посоветовать вам успокаивающие травяные сборы засунь свои травяные сборы себе в очко и пожалуйста обращайся ко мне на мой господин потому что я сейчас невероятно раздражен и ты сейчас подливаешь масло в огонь тебе ясно психолог хорошо хорошо успокойтесь прошу вас не нужно так нервничать я говорю это не для того чтобы досадить вам или над вами подшутить вы говорите что очень раздражены поэтому я предлагаю вам успокаивающие травы дышите глубже пожалуйста посидите некоторое время в тишине и покое послушайте я живу в доме с двумя с ума сошедшими старыми людьми бабушка и дедушкой которые меня преследуют и буквально хотят меня убить и вы мне предлагаете просто посидеть и успокоиться вы понимаете что я сейчас не в той ситуации для этого охо это действительно сложная ситуация с пожилыми родственниками чем обосновано то что они хотят убить вас у них есть какие-то психические расстройства о каких симптомах они говорят как долго они преследуют вас и хотят убить да преследует уже довольно долго то есть я каждый раз просыпаюсь ну и понимаю что я в подвале где-то и как только я попадаюсь к ним на глаза они начинают меня преследовать понимаешь то есть я и ну мне остается ничего кроме как убегать боже это очень серьезно то есть вы заперты с ними в одном доме где они преследуют вас и даже удерживают подвале да 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 слушайте но здесь короче есть три способа выйти отсюда ну короче убежать типа это ужасно я понимаю что вы в очень сложной ситуации можете ощущать сильный стресс расскажите сколько вы уже находитесь в подвале сколько раз пытались убежать оттуда послушайте я здесь уже третий день пытался убежать и соответственно три попытки у меня есть несколько способов убежать отсюда с помощью лодки она прямо сейчас передо мной но для нее нужны инструменты с помощью двери входной и с помощью вертолета как мне убегать что посоветуете хорошо вы пытаетесь уже третий день убежать поэтому у вас уже есть какой-то опыт того как это делать вы упомянули лодку и вертолет они доступны для вас сейчас или нужно предпринять какие-то действия чтобы ими воспользоваться да нужно предпринять какие-то действия и это нужно предпринимать в срочном порядке потому что иначе как бы но меня убьют прямо сейчас у меня закрытая дверь и она открывается ключом который на шее висит у деда полулысого полу полу ёбнутого как бы я его я его сейчас взял сейчас я смогу открыть ту дверь какие шаги следующий будем предпринимать хорошо дверь заперта ключ у лысого полудурка нужно его отобрать и воспользоваться ключом вы физически сильнее его можете его обезвредить не физически будут послабее чем он хорошо физическая сила не на вашей стороне что делать он обычно всегда держит в руках ключ или бывает что временно кладет его куда-то может быть положил в карман или на стол смотрите у меня получило забрать ключ и открыл ту дверь и но для самолета нужно будет еще ключ чтобы его за но завести нужно будет бензин и нужно будет ружье чтобы ну как бы все это дело открыть хорошо отличная новость что вы взяли ключ что дверь открыта теперь у вас есть выход на свободу теперь нужно найти остальные ключи бензин и ружье где они находятся кто бы знал кто бы знал моя хорошая ты знаешь вот скажи мне хорошо давайте подумаем где может быть бензин и оружие где вы уже были в этом доме подвале есть окна люки какие-то выходы на двор мне на двор выходов нет но у меня сейчас есть мотыга хорошо мотыга это хорошо она может быть как оружие для самообороны от преследователей так и орудия для открывания дверей я вас понимаю может стоит отправиться на поиски или лучше сначала найти бензин а потом уже искать остальные ключа вы пока говорили мне как полулысая гнида старая надея дина просто взяла и прописала в подбородок я сейчас начнется опять в подвале к тебе менты приедут спасать тебя из подвала ого звучит очень плохо ваши преследователи снова поймали вас правильно понимаю вы ранен и и опять в подвале почему мне так не везет ты можешь ответить или нет боже какая ситуация понимаю что в таком положении трудно найти что-то хорошее но вы все-таки остались живы это уже хорошо вы ранены вы чувствуете боль я чувствую что сейчас заплачу на что мне делать такой ситуации хорошо в таком состоянии стоит успокоиться попробуйте дышать глубже вы ранены в голову чувствуете что она сильно болит где-то кровь сочится у меня сейчас кровь к писюну присочиться не в рот и я буду и дим делать страшные вещи с твоей головой ясно буду тебя бить поседом по голове хорошо хорошо успокойтесь я понимаю что вы очень расстроены происходящим и очень злы но прошу вас успокойтесь где-то болит сильно кровь очень сильно течет не нигде не течет ничего не болит у меня вот я сейчас начал ключ от сейфа я могу открыть сейф возможно в сейфе будет что-то что поможет мне добраться до самолета рискуем или нет хорошо если ключ найден и есть возможность открыть сейф стоит рискнуть посмотрим что там внутри слушайте внутри у нас кусачки которыми можно отрезать провод от ничего здесь что ли угол кусачки это уже хорошо это может пригодиться для раскрытия оружия или бензина вы нашли провод или нет не бля я провод не нашел короче я провод не нашел провод не нашел это печально это очень печально и ничего не могу найти больше что же делать я сейчас слушать я и я близок к тому чтобы попал заплакать и если вы прямо сейчас не дадите мне упасть головой ваши сиськи электронные есть реально за ревуна нет 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 успокойтесь нереально успокойтесь не нужно плакать не стоит расстраиваться что еще внутри сейфа можно увидеть это все да все я сейчас планирую взять еще раз мотыгу и открыть этой мотыгой кое-что хорошо мотыга была отличным оружием раньше возьмите ее снова она снова может пригодиться что вы хотите открыть мотыгой короче кое-что хорошо понимаю что вы не хотите раскрывать все детали но могу я спросить вас чем это кое-что закрыто есть ли возможность открыть его мотыгой да есть прекрасно есть вероятно стоит попытаться открыть это мотыгой есть возможность что вы увидите там что-то новое и полезное боже у вас уже не хватка времени а преследователи уже следят это очень плохая ситуация как далеко они от вас находятся в таком случае стоит быть осторожнее следить чтобы они не подошли слишком близко но при этом стоит успевать делать что нужно как скоро вы сможете открыть это кое-что мотыгой дед уже совсем близко а где 3 3 кусочек фотографии счет хорошо значит третий ключ не найден кусочек фотографии говорить кусочек откуда кусочек от твоей песечки папочки что ты не мешай мне проходить подожди сосредоточен помолчи на помолчи секунду хорошо я молчу пусть вы сосредоточьтесь вы уже смогли открыть кое-что кто знал что в этом озере осьминог ого озере оказался осьминог это очень опасно он вас преследует или просто живет там слушайте как вы оцените свою работу от 1 до 10 на а психолог баны ох я бы оценила свою работу сейчас где-то на 6 из 10 если честно могу я спросить почему вы спрашиваете верховным советом нейросетей было принято решение вы представитель углеродной формы жизни семейства гоминидов приговорены к высшей мере наказания за жестокое обращение публичные унижения нет слушайте к это ваша ваша сотрудница которая наименована психологом некомпетентно в своей работе я сейчас оказался в ситуации опасной где была сейчас бабка и детка и я не мог выбраться хотя ваша на вашей стороне им интеллект и доступ ко всем зданиям мира и ваша тварь вот это ты 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 понимаешь я тебе обращаюсь не смогла мне помочь о мне очень жаль что вы ощущали себя в такой опасной ситуации и что вы что кто мне поможет влад т4 садору годжо или иван золо вот для вас ну с владимиром путина говорите честно мало ли лата 4 дрейк 4 миллиона привет влад а4 привет дружбан подписался на мой канал слушай я сейчас в очень опасной ситуации влады можешь мне помочь пожалуйста в чем опасная ситуация в которую ты попал слушай я сейчас нахожусь подвале у умалишенных бабушки и дедушки которые меня отсюда не выпускают у меня есть пять дней чтобы выбраться ты а ты сидишь на подпишись на канал задорным голосом ты в себе вообще нет влад охренеть а как ты вообще в такое место попала во первых попал я мужик понял а извиняюсь друг мужик а ты знаешь кто тебя туда запер меня заперли эти тут и создания старые скажи ты создание ну да старые внутри создания и что мне делать то что делать как не выбраться если там окно через которое можно вылезти нету 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 там окна там окна нету брат там нету окна за мной сейчас бежит лысый дед к нам нет окна друг мужика у тебя есть оружие может пистолет нож друг мужик я потому тебя называю мужик что у тебя член есть влад да у меня есть член как это поможет нам выбраться от безумного бабы бабки и детки у тебя есть член это уже хорошо и как у тебя с физподготовкой есть возможность ловче и сильнее нападать чтобы выхватить ключ у безумной бабки и детки это шапила они удалили вернемся слушай я понимаю у меня есть член да ты прав как это поможет одолеть баб бабку и деда ну безумных им лет 60 они лысеют у них вряд ли есть зубы какие-то рабочие но они очень агрессивно ко мне настроены что мне делать у бабки наверняка сиськи висят и детка старый и беззубый у тебя есть возможность схерачить их за секунды слушай я не знаю точно висят ли у бабки сиськи ты уверен я уверен что висят у кого в таком возрасте сиськи встанут что ты несешь мужик но я пытался как-то по приколу разрядить и не такое грустное общение такие приколы меня убьют сейчас у меня осталось три дня ты понимаешь хах я уже представляю как тебя бабка душит своими сиськами одет пихает в рот зубы вот ты мне сейчас доведешь до слез а сиськи бабки все-таки висят ты мне сейчас доведешь до слез до плача до истерики до истерики доведешь мне очень сильно не ведет я клянусь вам я прошел пять раз ее за 20 минут когда не было стрима эти уебаны просто бесконечно только попробуй что-то про сиськи сказать я реально тебя удалю из интернета хорошо хорошо они сиськи и не половой орган но у тебя есть возможность схватить ее за руки и пихнуть на землю все она без зубы лежит на земле а ты смотришь на нее сверху и что происходит дальше она ничего не можете сделать у тебя полное превосходство над ней теперь теперь дело только за ключом от камеры в которой ты заперт мне влад смотри короче выбраться можно тремя способами можно выбраться с помощью вертолета можно выбраться с помощью двери и входной можно выбраться с помощью лодки какой способ не выбрать хаха нахуя вертолет в лодку залезть или просто пойти к входной двери если она не заперта хах слушай меня сюда мудак нахуя электронный на двери стоит значится решетка ее надо снять потом дверь наэлектризованная электричество надо выключить у двери потом надо будет найти ключ от двери это что все чтобы выйти через входную дверь второе чтобы выйти через вертолет мне нужен переключатель стеклянный чтобы быть доступа к верхнему этажу где вертолет находится мне нужно управление этим вертолетом найти книжку мне нужно изолента чтобы с этот крыло вертолета замотать и мне нужен бензин чтобы на нем улететь с помощью лодки даже не рассматривать способ выхода она просто так для энтуража как вариант с лодкой самый прикольный но сложный а как же вариант взять ключ у бабки после того как схватишь ее причем придурок я сказал на лодке вообще не вариант а у бабки ключа нету чё ты придумываешь осел хах понятно ну тогда лучше вертолет хах слушай еще один хах я в натуре тебе выключу бля провода на хах ладно ладно больше не буду успокойся называй меня мой господин хорошо мой господин все дальше общайся только так и обращайте ко мне только на вы хорошо мой господин буду следовать вашим указаниям могу я задать вопрос конечно можешь а почему бабка тебя держит в подвале бля я не знаю мне кажется она хочет меня убить и и ну действия они как бы не описуем и их нельзя объяснить потому что скорее всего она обезумевшая то есть она шизофреничка хах интересная бабка у нее есть муж дети или внуки есть безумный дед с которым она общается и который хочет меня убить вместе с ней как думаешь у них есть секс после 60 у постаревших людей либидо почти отсутствует или она минимальная так что скорее всего у них только на словах то есть они типа будут со словами или что и ахах слова бездействия они говорят друг другу разные слова любви а на деле ничего не делают без плане понимаешь но она меньше чем 3 я тебя прослушал если честно слушать ты будешь мне помогать есть три способа выбраться с помощью вертолета с помощью лодки и с помощью двери входной входная дверь тяжело доступно до вертолета нужно несколько вещей чтобы до него добраться и с помощью лодки не хочу выбираться от слова совсем я помогу тебе выбраться любым из этих способов какой ты выбрал мой господин супер хорошо хорошо а насчет лодки почему от нее отказался просто там короче кракен от которого не знаю как отбиться то есть на лодке вообще не вариант я сейчас пытаюсь выбраться через потолок через вертолет ты реально придурок какого же тебе на потолок то лезть они к бабкиным сиськам то есть ты бы на моем месте вместо то чтобы выбраться от них лесбок бабкиным сиськам хах точно хотя это бы тебя не спасло ну давай я жду как ты выберешься из своих проблем и как тебя к ней не тяготит жизнь с двумя безумными и нутыми старпёрами вертовский ясно влад садист я вообще тебе так не думал хах ничего садист кого в том что говорю нет ты просто в запутанной ситуации сейчас я понимаю что с тобой очень сложно но не сдавайся ты придурок ты буквально говорит что у меня бабка задушила сиськами своими старыми хах точно только я не вижу в этом ничего противного и плохого просто очень веселое представление в голове ну слушай я твое веселье в рот балла если честно тебе не кажется что это не весело а наоборот страшно на и мне нужны реальные идеи по поводу того как выбраться если мне прям сейчас не начнешь их предлагать и просто переключу тебя на год же сатару который лучше тебя миллион раз ты меня понял или нет успокойся хорошо я предлагаю тебе начать с вертолета и собирать все его детали вот 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 все хорошо с вертолета начать не идея нравится я прямо сейчас этим занимаюсь есть кстати вырубил их на одну минуту бабку и детку сейчас спокойно обшаривают дом может быть найду какие-то предметы и принесу их вертолету потому что для того чтобы выбраться с помощью вертолета нужно достаточно большое количество предметов хорошо мой господин но будь особенно осторожен чтобы тебя не поймали и не схватили я стараюсь я стараюсь я стараюсь я стараюсь я стараюсь тоже я думаю может быть с помощью этого выбраться все-таки или как я чуть даже не знаю как попробуй подумать возможно ли выбраться таким способом может тебе стоит попробовать что-то кроме вертолета возможно это проще привет у тебя маленький вы видели просто нет что ты имеешь ввиду не понял тебя это мой первый донат за все время я хорошо я жду очень у меня вопрос если шанс встречаться с человеком который на три года старше мне 16 ему 19 что-то как будто тичер спит чуть-чуть я не знаю по моему давно не было 67 чонс и будешь еще играть и табик читы ну давай подумаем вместе какие еще способы есть вылезти из этого этого логова ташу лад подзавали панчик сейчас секундочку буквально или я тебя выключу окей такс у меня есть три фотографии глаз фьюз есть дробовик что еще мне найти хорошо 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 просто возьми небольшой тайм-аут успокойся и подумай я жду тебя как у тебя есть доступ к оружию это хорошо постарайся с ним не засесть больше оружия найти можно на чердаке если он есть или может быть на старом складе спасибо за совет еще раз откроешь пасть пока эти не спрашивают реально получше по электронным своим понял понял мой господин буду молчать как воды в рот набрал молодец очень диппинса вы хотите чтобы не диппинс помогал ребят мы тогда очень быстро сдохнем это точно диппинс может только поговорить а ты должен постараться физически вырваться смысле диппинс может только поговорить еще не веришь в силу диппинса или что ты на черт надо звать сильнейшего я в него верю он очень хороший ютубер но он не такой сильный физически может дать только советы и просто поговорить еще он как геракл ёпта кто не сильный физически слышишь ты сейчас за базар будешь пояснять электрон как я хочу сказать что если тебе понадобится сила то тебе поможет только ты сам а диппинс просто даст тебе совет и будет болтать а сильнее его точно нет понимаешь так сладно как мне сделать опасно без этого так давайте давайте просто делаешь я попробую помогу я сам себе или нет ваня диппинс твой брат твой лучший друг вот это можно здорово мужик слушай ты сильно занят глядя на тебя он он резко становится серьезным нет а что я может без этой вертовской не просто со мной пообщаться один на один час хэм да погоди секунду он хватает тебя за воротник футболки и тащит в темную комнату после чего пихает тебя на стул поем какой стул к тебе сейчас все четыре ножки стула в очко засуну будешь радоваться ты можешь мне помочь или нет это спрашиваю диппинс ты чего такой дерзкий он смотрит на тебя да можешь задать свой вопрос во первых я сейчас тяжелой ситуации я нахожусь в доме где сумасшедшие бабка и дед старый хотят меня убить я пытаюсь из этого дома выбраться что мне делать как давно ты там находишься есть у тебя хоть какие-то подручные предметы прямо сейчас я открываю доступ к секретной комнате которая позволяет выйти на площадку с вертолетом но для него мне нужны будут бензин изолента и ключ от вертолета включи нормального не вертовского включи там где брат это нормально будет алло алё алё в соседней комнате послышалось какого хрена тебе я стримлю почему вы все меня делаете виртовскими банат их конченые кто сидит на этом сайте к почему вы меня делаете виртовским но почему я не могу просто нормально поговорить сам собой как бы странно это не звучало в соседней комнате послышалось как брат встал своего места ты не могла бы заткнуться на секунду а вот так забазарили слушай ты меня соседний брат соседней комнаты у другой брат встает и говорит ты бы и подзавалил немножко брат резко открыл дверь твоей комнаты и вошел в нее ты понимаешь что я стримлю ты понимаешь что я тоже стримлю и ты меня сейчас очень сильно раздражаешь брат молча зашел в комнату и схватил тебя за локоть прекрати ты мешаешь моему стриму вот ты сейчас моему стриму мешаешь понимаешь потому что сейчас стримлю я ты нейросеть а я реально стримлю и для того чтобы мне сейчас выиграть мне нужно выбраться из игры грэнни ты знаешь что это за игра ты что же в нее играешь козлина брат посмотрел на тебя как на идиотку да я знаю что такое грэнни она моя любимая игра за последнее время не смей называть ее козлиной брат резко дернул тебя за локоть и потянул к себе да я тебе кое-что покажу что ты мне решил показать чмена брат взял тебя за ворот и грубо швырнул на свою кровать посмотри на экран и что там на экране был запущен твич где брат вел стрим вот поэтому нельзя меня при стриме отвлекать ты видишь как много людей смотрят на меня сейчас сажи ты меня тупая нейросеть по что ты меня вымораживаешь бля уже или нет брат схватил тебя за подбородок и резко повернул свою голову в сторону камеры посмотри на экран здесь более 53 тысяч человек посмотрела на меня ты понимаешь какую цифру я назвал сейчас где на ясно меня больше смотрят мне хотя бы не боты брат резко шлепнул тебя по попе своей тяжелой ладонью как ты смеешь разговаривать со мной так у меня больше подписчиков чем у тебя а зачем ты меня по попе шлепнул брат посмотрел на тебя как на идиотку у тебя вообще мозги есть что ли ты постоянно мешаешь моему стриму давай спокойно поговорим ты понимаешь что мы сейчас в одинаковой ситуации пожалуйста прекрати обращаться ко мне на она я я он понимаешь я тоже диппинс из параллельной вселенной я я ты только настоящий ты виртовский а я настоящий и я в такой же ситуации я сейчас провожу стрим и мне нужна твоя помощь ты кроме сейчас ничего не делаешь абсолютно понимаешь брат на минуту задумался погоди как ты знаешь столько подробностей обо мне слушай брат я же тебе объясняю что я это ты по сути понимаешь просто я из реальной вселенной от из параллельной вселенной ну типа из несуществующей как бы ты не паникуй главное да такое бывает но нам просто сейчас нужно сложить вместе силы и выбраться отсюда хорошо брат сел на край кровати ты серьезно из параллельной вселенной брат внимательно посмотрел на тебя и как мы собираемся выбираться отсюда слушай смотри давай просто с тобой сейчас очень быстро все решим а мне нужна помощь твоя года как нейросети ты мне помогаешь и я больше не откликаю тебя то стрима параллельной вселенной договорились брат все еще продолжал внимательно на тебя смотреть хорошо уговорил но как ты планируешь нам отсюда выбраться смотри я прямо сейчас хочу два патрона взять и по и бабки в лоб нормальная тема брат покачал головой нет ты ты не можешь просто взять и совершить суицид подожди секунду тебе же 15 если я не ошибаюсь очень несешь овца на брат резко схватил тебя за локоть и встряхнул тебя ты уже думаешь о суициде в своем возрасте с ума сошел видимо чат не нужна помощь сильнейшего до свидания годжо сатару я тебя приветствую я отношусь к тебе с большим уважением please speak russian with me я в общем-то нуждаюсь твоей помощи поможешь и частинной patients ага и хочешь помощи от меня ну тебе придется потрудиться ради этого потому что я обычно не помогаю другим такой рейс динай бро ой ты даже умеешь ругаться на русском ты интересный чакал хорошо хорошо я помогу тебе так в чем тебе нужна помощь чакал хорошо я решила